Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у 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 нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! 28 марта. Житие и страдания преподобного отца нашего Естратия Печерского. И то Естратий показал себя мужественным воином Христовым, ратовавшим под знаменем Креста, как именем Своим, так и жизнью Своею. Он явился подражателем самого избранного воеводы, Иисуса Христа. И приняв то же страдание от тех же людей в то же время, мог бы воистину похвалиться, сказав, «Я язвы Господа Иисуса на теле моем ношу». Этот доблестный воин Христов Естратий был родом из Киева. Он пожелал облечься во все оружие Божие, что принадлежит иноческому образу. Зная, что никто же, никакой воин не связывает себя делами житейскими, да и воеводе угоден будет. Он раздал имение свое нищим, причем часть оставил родным, чтобы они раздали после него. И так, обнищав после богатства, он стал иноком Печерского монастыря. И начал он богоугодно подвязаться под знамением, принявшего ради нас уничижение воеводы Христа, побеждая мечом духовным, то есть силой и молитвы, и гладом великого воздержания не только плоть свою, но и врагов невидимых, смиряя их и порабощая своей кротостью и послушанием. Святой Евстратий помышлял о том, как подвигоположник его сам Иисус Христос усердно молился, постился. Сорок дней смирил себя послушанием, потому и он вооружил себя теми же добродетелями. Но зная прежде всего, что человек был побежден первым грехом через невоздержание, Святой преуспевал в воздержании великом пощении, и потому назван был постником. Когда же по пущениям Божиим попал на русскую землю со множеством половцев злощестивый баняк, это хан половецкий, живший в конце XI и начале XII века, прозван нашими летописцами хищником за свои частые нападения на Киевскую Русь. Половц – это хищническое племя, жившее к югу от Киева и промышлявшее грабежом и разбоями. И пленил ее тогда и блаженный Истратий при вторжении поганых в Печерский монастырь, где многие были посечены их мечами, был захвачен вместе с другими в плен и продан в греческую землю в город Корсунь одному еврею вместе с другими христианами, тридцатью монастырскими рабочими и двадцатью киевлянами. Богопротивный еврей начал принуждать пленников своих отречься от Христа и угрожал противящимся уморить их голодом в оковах. Но мужественный Инакий Истратий, молясь, укреплял и поучал всех и наставлял такими словами. «Братья, кто из вас крестился и уверовал во Христа, пусть тот не изменяет обету данному прикрещению. Христос возродил нас водой и духом, искупил нас от клятвы закона Своей кровью и сделал нас наследниками Своего Царствия. Если живем, будем жить для Господа. Если умрем, умрем в Господе и временной смерти обрящим вечную жизнь. Будем подражать тому, кто сказал, «Для меня жизнь Христос и смерть приобретение». Укрепляемые словами преподобного, пленники предпочли лучше умереть от недостатка временной пищи и питья, нежели от речи Христа, которой есть пища и питье вечной жизни. Итак, через несколько времени, истощившись от голода и жажды, все пятьдесят человек умерли, одни через три дня, другие через четыре, некоторые через семь, более же крепкие через десять. Только один не в страте остался жив, томимый голодом уже четырнадцать дней, он все-таки оставался жив и невредим, ибо от юности привык к посту. И счастливый еврей, видя, что Чернолизис был причиной пропажи его денег, заплаченных за пленных, которых он надеялся перевести в свое зловерие, задумал отомстить ему. Приближался тогда день воскресения Христова. Жидовин начал праздновать свою Пасху и ругался над святым истратием так же, как отцы его над самим Господом нашим Иисусом Христом. И как в древности евреи распяли Христа, так и этот праведник был пригвожден ко кресту, окаянным жидовином и друзьями его. Истрати, будучи распят, благодарил Бога за то, что он сподобил его жить без пищи и питья уже пятнадцатый день. Жидовин и прочие его друзья поносили распятого и говорили ему, «Безумный! Вкуси ныне законной Пасхи, чтобы остаться тебе живым и избегнуть проклятия! Ибо Моисей передал нам закон, который принял от Бога и сказал в книгах своих проклят всякий, висящий на древе!» Преподобный отвечал на это, «Великой благодать исподобил меня ныне Господь! Он даровал мне милость пострадать за имя его на кресте по образу его страданий! Надеюсь, что и мне скажет он, как некогда разбойнику, днесь со мной будешь и в раи!» «Не нужна мне Пасха ваша, не боюсь я клятвы!» «Ибо Пасха наша Христос заклан за нас, который уничтожил положенное на нас за преступление закона проклятия и даровал нам жизнь вечную древом крестным, на котором был пригвожден будущей жизнью всех, как пророчествовал о том и Моисей, и будет жизнь твоя висеть перед очами твоими!» «О празднике же Пасхи!» «Давид говорит, сей день его же сотворил Господь! Возрадуемся и возвеселимся воны!» «Но ты, распявший меня и все прочие твои единомышленники, восплачете и возрыдаете, ибо постигнет вас отомщение за кровь мою и кровь других купленных вами христиан!» «Ненавидит Господь субботы ваши и приложит праздники ваши всетования!» «И уже приблизилось время убиения начальника вашего беззакония!» «Услышав это, жадовин распалился гневом, схватил копье и пронзил пригвожденного!» Кончина святого мученика последовала в 1097 году. «И видна была тогда огненная колесница и огненные кони, которые понесли на небо душу ликующего мученика, и был слышен голос, говоривший, «Вот доблестный гражданин небесного града!» «Тело святого мученика, жадовин снявся креста, ввергнуло в море, где совершилось после этого много чудес!» «Верные прилежные искали там святых мощей, но не нашли их!» «По промышлению Божию они были обретены в пещере, где и до ныне почивает нетленно!» Предсказание же святого страдальца о том, что кровь его будет отомщена, исполнилось немедленно после его страдания. Ибо в тот день пришло повеление от царя греческого изгнать из области его всех евреев, отняв у них имущество, а старейшины их избить за мучения христиан. Одним из первых был убит по пророчеству блаженного истратия епарх, возбудивший евреев против христиан. А произошло это таким образом. Крестился один богатый и славный еврей, и потому царь, желая отличить его, через несколько дней сделал его епархом. Он же получил этот сан, в тайне сделался отступником от Христа и его веры, и дал разрешение евреям по всему пространству греческого царства покупать христиан и обращать их в рабов. Когда этот нечестивый епарх был облечен в злой своей хитрости, то царь повелел умертвить его, а также и всех евреев, живших в земле греческой. И в то время, когда избивали евреев, живших в греческом городе Корсуни, тогда нечестивого еврея, которым был убит преподобный истратий, повесили на дереве, и так обратилась болезнь его на главу его, и он разделил участь Иуды. Прочие же евреи, видя страшные чудеса по кончине преподобного, уверовали во Христа и приняли крещение. А поработивший их Христу и по смерти своей добрый воин его и победоносный святой евстратий, сподобился с бессмертным воинством небесным воспевать победную песнь и царствовать самим победителем смерти Христом, с которым он воинствовал, прославляя его и благодаря с безначальным его Отцом и Животворящим Духом в бесконечные веки. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok Аминь.